Здравствуйте, добрый вечер. Ну, сегодня, как вы уже слышали, мы в прямом эфире. Наша программа «Фонарный мост». Сегодня новая участница Нелли Акапян. Да, это я. Она недавно у нас в храме. И, в общем, мы познакомились. Мы Евангельская группа. В принципе, почти все, кто приходит в студию, в гости на «Фонарный мост», все наши прихожане, ну, или кто имеет отношение к нашему храму. Даже те, кто был психотерапевт, был философ, всё равно они участники собрания в храме Фёдоровской иконы Божьей Матери. И так, да, ещё должен подойти Георгий Ковалевский. Ну, вы его знаете. Георгий просто позвонил, что он чуть-чуть задержится, потому что там проблемы пробки, машины. Вот. Мы подождём, он подойдёт, подсядет сюда, и мы продолжим. Валяется беседу. Да, мы продолжим беседу. Ну, вот нам хотелось бы, как по традиции, мы обычно вспоминаем вчерашний день. И вот вчера, была неделя 16-я, читалась Евангелие, это Евангелие знаменитая «Люби врагов своих». И мы об этом вспомним, значит, просто вот чисто, как это было, организационно. Значит, на ранней литургии у нас проповедь произнёс студент. Обычно студенты произносят такую короткую проповедь, там, две-три минутки, и всё. А тут студент неожиданно произнес проповедь почти на восемь минут такую. Но я потом посмотрел, у меня есть распечатки, ну, просто мы же сейчас не про проповедь не будем говорить это, хотя и про них тоже. Вот. И на позднюю, на поздней литургии проповедь произнёс отец Владимир Хулаб. Вот. Он тоже произнёс такую большую, пространную проповедь, там, почти 13 минут, да. В принципе, всё это уже давно выложено, есть на моей страничке, есть на страничке Фёдоровского собора. Правда, на страничке Фёдоровского нет ранней литургии, почему-то они не выкладывают. Ну, не знаю, может быть, неудобно. Но у меня можно найти, да. И можно найти там, у меня на Ютубе, ну, для тех, кто хочет распечатать, ну, как вот я себе распечатываю, расшифровку проповеди можно. На Ютубе это очень удобно делается. Вот. И удобно потом пользоваться. Можем посмотреть, уточнить какие-то выражения. Иногда очень такие интересные, бывает, выражения пользуются священники. Вот. А ещё была параллельно, она началась внизу, в Нижнем храме, в 10-30 детской литургии. Детская литургия – это, ну, такая особая литургия. Мы тоже как-то об этом говорили. Но дело в том, что детская литургия, на детской литургии читался другой отрывок, евангельский. Ну, и потом отец Александр объяснил, что обычно вот осенние детские литургии, осенью, когда они начинаются, они начинаются с Евангелия от Луки, глава 5. Это, там, вот, с 1 по 11 стих – это о ловле рыб, о ловцах рыб и о ловцах людей. Вот. Это о том, как вообще зачиналось апостольское движение и всё это. Это с этого начинают детские литургии? Ну, на детских литургиях? Не, ну, осенью, да. Это просто осенью, да. То есть осенью, когда первая литургия детская, обычно она приходится вот на это евангельское чтение. Если не совсем ровно, то можно просто сказать, что вот мы будем это евангельское чтение, как вчера отец Александр сказал, и дети приняли активное участие в этом, во всём. То есть они, то есть когда он, это была такая интерактивная проповедь, он спрашивал детей, задавал вопросы, и, как всегда, трогательное, очень трогательное вопрошение детей, когда вот был момент, когда мы просим у Господа, у Бога мы просим, что мы просим у Бога? И он подходит с микрофоном, говорит, чтобы мама не болела, чтобы дедушка и бабушка были здоровы, чтобы не было войны, чтобы скорее наступил мир, там, ну, какие-то такие вещи. Самое важное. Да, дети, да, так проговаривают, да. Вот, и это вот о вчерашнем дне, может, мы что-то ещё вспомним, интересно. Ну, поскольку сегодня ты первый раз в студии, и вот тебя там видят, вот он, да, да, и хотелось бы о тебе узнать больше, расспросить, а, может быть, нашим радиослушателям, радиозрителям, так даже можно сказать, было бы интересно узнать о тебе поподробнее. Ты, я знаю о тебе, что ты приехала полгода назад в Санкт-Петербург, вот, ну, расскажи о себе немного. Я бы даже начала, ну, точку старта рассказа с нашей встречи, потому что, мне кажется, наша с вами встреча, это что-то около чудесного чего-то, это какой-то божий промысел, потому что... Чудесный улов рыб был. Да, точно, точно, потому что я из Нижнего Новгорода, вот, приехала, и в Нижнем Новгороде я жила всю свою сознательную жизнь, хотя родилась в Армении, годик первой прожила в Армении, а потом вот в Нижнем Новгороде жила. И где-то полтора-два года назад, вот мне сейчас 27, где-то около 25 с чем-то лет, у меня начались искания внутри христианства, конфессиональные искания. И я тогда, на тот момент, была протестанткой. Была протестанткой, причём очень активной служительницей протестантской церкви. А какая конфессия? Пятидесятники. Пятидесятники. Да, евангельские христиане пятидесятники, хорошая очень церковь в Нижнем Новгороде, большая, активная, и я там принимала очень активное участие в служении, я была служителем полного времени, в офисе прям работала. Я оставила свою работу на коммерции и пришла прям с трудовой книжкой работать в офис этой церкви. И когда у меня где-то полтора-два года назад начались искания, это привело к тому, что спустя время мне пришлось уволиться с этой работы, потому что я поняла, что что-то меня тянет, и у меня появляются вопросы к своей конфессии, ко всем другим конфессиям. И когда я уволилась с этой работы, это было год назад, вот это было летом 2023 года, я увольнялась с такими словами. Я говорила моей начальнице, которая прекрасно понимала о моих конфессиональных исканиях, она всё знала, и она понимала, что, скорее всего, к этому придёт, ну, мне кажется, может, я додумываю, но мне так кажется. И я ей сказала, я увольняю сейчас с этой должности, потому что мне хочется развиваться в медиа, мне хочется больше развиваться в том, на что я училась 4 года, я журналист по образованию, но я печатный журналист, и никогда не пробовала себя ни на радио, ни на телевидении. Ты закончила Горьковский... Да, Лобачевский, Лобачевский государственный Нижегородский университет. Я поступила на филфак, на кафедру журналистики, а закончила уже и фиш, потому что на моём последнем курсе его переименовали в Институт филологии и журналистики. Вот, и я подумала, ни на радио, ни на телевидении я себя никогда не пробовала всерьёз, я подумала, наверное, надо попробовать, но это при всём. При этом ещё сопровождалось желанием переехать в другой город. И другой город для меня был просто городом Икс, потому что у меня конкретного города, куда я хочу переехать, не было. Было только ощущение, что, наверное, Москва, ну, если уж Нижний, из Нижнего все как-то в Москву переезжают, и Москва я ближе, и она больше, и там, и перспективы, и так далее, и так далее. Так получилось, что я оказалась в Санкт-Петербурге, вот. И это тоже, это интересная история, но про нашу встречу с вами. И вот с этими словами я уезжала... Не, подожди, а как же ты в Санкт-Петербург? Это как, ты разбросила карты или как-то, да, на кофейной гуще или как это? Да не дай бог, конечно, на кофейной гуще я не гадала, но... Но если, когда я говорю об этом просто вот так, в простом разговоре, меня, особенно христиане, скептически, они каждый раз переспрашивают, говорят, ты перепроверила, ты как бы, ты уверена, что это, ну, правильный был путь вообще выбора и решения? Потому что я называю это, ну, как Божьим водительством, вот. Я называю это таким знаком. И я так вот не разбрасываю словами, если честно, я очень даже, как бы, я считаю себя здравым человеком, считаю себя, может быть, самонадеянной, но достаточно адекватной христианкой. И когда дело касается всяких знаков, видений, видений, не знаю, снов и так далее, я не покупаю снег сразу вот так. Всё проверяйте, всё испытывайте, и достоверно вы чего-то держитесь. Но я помню, что вот как раз возвращаясь к этому моменту, когда я говорю моей начальнице, что я хочу и переехать в другой город, но пока не знаю какой. И что мне вот эти искания конфессиональные, но пока не знаю, куда они меня приведут, и приведут ли вообще куда-либо. Начальница протестантка, да? Да, начальница протестантка, там все протестанты, пятидесятники, прекрасные люди. Вот, и я помню просто момент, когда я зашла в кафешку, просто быстрого приготовления места, где я хотела просто подзарядить телефон, что-то такое. Было, знаете, бытовое очень что-то между делом. В Боком, да, в Нижнем Новгороде. Но это кафе было около железной дороги, оно было прямо рядом с железнодорожным вокзалом. И я даже не знала, что там в этом кафе окна, большие окна достаточно, выходят прямо вот на рельсы. И я села каким-то случайным образом, села прямо у окна, которая выходила на рельсы. А мне просто, я же розетку искала, не окно, и тем более там ни рельсы, ни поезда. И я помню, как я села в таком, вот, у меня было все внутри напряжено, и все внутри была постоянная молитва, «Господи, покажи мне, что мне делать, что мне вообще со своей жизнью делать, просто, ну, покажи направление». Прямо как Анна Кореньевна, рельсы, чтобы сделать. Боже, Господи. Я думаю, Господи, вот, я вроде хочу, я понимаю, внутри есть побуждение что-то поменять, и что-то, ну, как-то поменять направление, и как-то город поменять. Но как будто бы я сама в себе-то недостаточно уверена, чтобы вот так вот какие-то радикальные решения принимать. И мне нужно подтверждение от Бога. И тут я просто, вот, задавая этот вопрос, я помню, что я только закончила эту молитву внутреннюю, в сердцах, и я резко посмотрела в окно, и в окно, вот, прям как кинотеатр, знаете, вот, это кино большое, это огромное окно, помнится, как большой экран, на котором просто было дописано, вот, вагон поезда, и прям вот в центре окна написано «Нижний Новгород, Санкт-Петербург». Вот, если честно, я потом перепроверила и заходила в это кафе еще раз, и смотрела, всегда ли там видно именно направление. Не всегда, не всегда, это была такая случайность чистая. И на тот момент, когда я видела Санкт-Петербург, во мне что-то, ну, как-то начала жить вот эта мысль про Санкт-Петербург, но она была настолько новая для меня, потому что ни в обиду никому из петербуржцев, и ни в обиду никому из жителей и гостей города, ну, я никогда не рассматривала Санкт-Петербург как город, в котором я бы когда-либо жила, и куда я перееду, потому что и Москва ближе, она мне как будто... То есть это чудо, то, что мы видим. Да, я думаю, это оно. Божье чудо. Потому что я ездила в Санкт-Петербург пару раз в холодные периоды жизни, и ездила по каким-то либо делам, либо по каким-то, знаете, волнительным поездкам а-ля выступления КВН, и что-то в этом роде, я играла в КВН студенчество. И, наверное, как-то у меня было впечатление, что, не знаю, может, я не пригляделась к городу, может, как-то у меня общее мое состояние внутри. И оно сделало свой вывод, что это как будто бы не совсем мой город. Как-то и холодно, и темно, и как-то... Ну, не мое. Вот. Хотя все вокруг меня, люди, друзья, не знаю, все говорили, что мечтают жить в Петербурге. И если вдруг что-то... Вот хоть какой-то есть малейший шанс приехать в Петербург, нужно приехать в Петербург. Ну, какая-то такая романтическая, мечтательная была, ну, мечтательная картина о Петербурге, которой у меня никогда не было. И я вот сижу и думаю, а какой Петербург вообще? Я, если и перееду, то либо, ну, либо в Москву, наверное, либо, ну, куда-нибудь по делу, по работе, куда-то, где мне конкретно что-то будет ждать. Но я отложила эту мысль, думаю, ладно, поживу пока с ней. И потом, просто чтобы не углубляться в это надолго, на протяжении полугода меня просто преследовала всяческая мысль. И это не про желтую машину. Знаете, когда вы думаете про желтую машину, вы все время видите желтую машину. Я не думала, я наоборот пыталась как-то убежать даже от этой мысли про Петербург. Но она меня преследовала через друзей, через людей. С одним человеком поговорю, у меня открытку из Петербурга, на которой написано про работу, мол, делай, что любишь. Вот тебе открытка, думаю, и работа, и Петербург, и опять открытка какая-то знаковая. Потом разговариваю с другой подругой, она что-то рассказывает. Рассказывает, отличенная тема совершенно. Говорит, но в Петербурге-то, в Петербурге у меня. И что-то про обучение в Петербурге. Думаю, опять Петербург. И я решила съездить на демо-версию в Петербург в сентябре 23-го года. Чисто на пару дней. Приехала, посмотрела, так сказать, подышала гордым и подумала, ну, в целом, в целом, я бы здесь, ну, могла пожить. И красиво, и хорошо, в целом, наверное, было бы, ну, неплохо. Но именно в этот момент, сентябрь это был, именно в этот момент меня как-то выцепляет из моего вот этого плана жизни моя хорошая, знакомая, даже, я бы сказала, хорошая подруга, которая занимается детскими праздниками. И она начальница в агентстве детских праздников. А я тоже с этим имела связь. И я и аниматором подрабатываю иногда, да. Я детей очень люблю. И у меня есть опыт в сценарном, в творчестве праздников разных. И она приглашает меня буквально на сезон, до Нового года хотя бы. Приглашает писать сценарии новогодних праздников, писать сценарии разных праздников осенних. И как шеф-аниматор, скажем так, как художественный руководитель, поработать на нее немножко, чтобы набрать людей новых в ее агентстве. Ну, как-то привлекает меня. А меня этим очень легко было заманить. И я еще подумала, я помолилась и подумала еще, что, может быть, в этот период не стоит переезжать. Может быть, как раз это не оттягивание, как бы, как препятствие, а какое-то нужное оттягивание, что все происходит вовремя. И так и получилось, что полгода я проработала в детском агентстве. И февраль еще прошел. В феврале, кстати говоря, то, что я еще не говорила вне эфира, новая информация, ну, еще до этого в целом новая информация, я себе поставила такое желание, пока еще была в Нижнем Новгороде, я же хотела хоть что-то на радио, на телевидении попробовать. И там как раз в феврале открылась новая группа на радиоучеников, радиошкола была в Нижнем Новгороде. Вот. И я подумала, вот хотя бы один месяц я похожу, посмотрю. И как раз месяц я провела еще на этих курсах, там раз в неделю были что-то типа учебных эфиров, что-то в этом роде. Вот. И поэтому мне немножко знакомо, хотя каждый раз волнительная эта атмосфера. И когда я начала... Вот прошла этот один месяц, февраль тоже закончился, и в марте 2024 года я начала уже всерьез искать работу в Петербурге, всерьез искать жилье, как-то начала уже, как-то материально к этому подошла. И настолько быстро все произошло, настолько быстро нашлась нужная мне вакансия. Здравствуйте, добрый вечер. К нам присоединяется собеседник. Да. Георгий Ковалевский, как мы ее... Мы ему уже сказали, что ты опоздаешь по уважительным причинам. Да, добрый вечер всем. Да, да. Предупредили Нелли. Да. Очень приятно. Нелли Акопиан, она рассказывает о том, как она оказалась. Еще пока в Петербурге она еще не оказалась. То есть мы уже про вчерашний день уже вспомнили. Нелли Акопиан, я подумала, что надо просто начать искать работу в интернетах и везде, где можно. И если найдется легко, если жилье найдется легко, я думаю, значит от Бога. Если не найдется, если... Ну ничего страшного. Ну я не разочаруюсь сильно, я же не очень хотела. Вот. И так все легко происходит. Я нахожу... Практически сразу нахожу работу, которая... Ну даже вакансия звучит как что-то мое. Потому что вакансия звучала ведущая на YouTube-канал. Вот. И я думаю, ну интересно. Это прям вот про меня. У меня и прошлое тоже как-то связано с этим, с видеопродакшеном. Вот. И для меня это не чуждо. Я думаю, ну интересно, что это за ребята такие. И тут же какой-то происходит коннект с этим коллективом, с сотрудником, как минимум тем, который ввел свою переписку. Фото-пауза. Нет, нет. Да, да, да. Я расскажу. Простите, меня легко отвлечь. И так быстро все происходит, что они меня... Именно эта компания, которая с вакансией ведущая на YouTube-канал, она меня дождалась. То есть у меня даже были некоторые проблемы с переездом. Там недельная какая-то отсрочка была. Но они меня дождались. Они сказали, что они сразу поняли, что они меня ждут. И до сих пор я работаю на эту компанию. До сих пор я... Это моя должность. Вот. Ведущая на YouTube-канале. И жилье тоже нашлось как-то очень быстро и очень... Я не знаю, как это назвать. Иначе как благодатно. Потому что, несмотря на то, что жилье в Девяткино, в Мурино, несмотря на то, что вроде далековато, но сама и квартира, и самое главное, собственница этой квартиры, просто это что-то, ну, что-то, что точно, что-то доброе в моей жизни. Потому что и цена на жилье оказалась очень мне по карману, и ремонт в этой квартире очень хороший. И это не студия и не комната в коммуналке, а это отдельная квартира, что для меня тоже очень большое благословение. Вот, и я прям обрадовалась, что так получилось. И сама съемщица, она, чтобы вы понимали, просто один пример из жизни, чтобы вы поняли, насколько она добрая душа человека, насколько она расположена как-то так, как никогда, мне кажется, ни один там хозяин квартиры, там, арендодатель, не был расположен ни ко мне лично, ни к моей семье, которая много раз ебала в разных местах квартиры. У меня случился такой, ну, небольшой ЧП, из-за которого я не смогла выйти на работу в один день, протек счетчик. Вот, и до этого она очень показывала себя, проявляла себя как добрая, как понимающая. И когда я сказала, у меня протек счетчик сегодня, поэтому я не выйду на работу, я дождусь там работников и так далее, она мне написала, ну, Елечка, так жаль, так неудобно, а сколько стоит ваш рабочий день, сколько вы потеряли, я вам переведу эту сумму. И тут я подумала, ну, это как вообще? А до этого, чтобы вы понимали, мы шторы купим и все за наш счет, мы там Wi-Fi и все, что хотите. Ну, хотите шкаф, хотите телевизор? Я думаю, а как так вообще работает? Что это такое? Для меня это было необъяснимо, очень чудесно, и когда вот такие маленькие-маленькие шаги, благие, что, не знаю, знаки, что все так легко и так по-доброму, я это восприняла как доброе объятие Петербурга, вот, в мою сторону. И это длилось около месяца-двух, вот, период какой-то адаптации, такого прислушивания к городу, какого-то прислушивания к самой себе. И где-то через пару месяцев я поняла, что я до конца не понимаю еще, почему именно Петербург, но мне очень нравится, что происходит сейчас в моей жизни. Вот, спасибо, Петербург. Понятно, спасибо. Сначала просто хотел Георгия, мы спросим уже с Нелли, мы войдем, что называется, мы говорили про вчерашний день, я тебя вчера в храме не видел, может быть, тебя и не было, или ты был и ушел, или мы разминулись. Возвращался с города Екатеринбурга, где был на премьере оперы нашего московского композитора Ефрема Подгайца, называется «Ресов за зеркаль». Поэтому у меня вчера такой был день в дороге, и я, к сожалению, в Федоровский храм не попал. Ага, понятно, да. Мы просто вспоминали вчерашнее евангельское чтение, и там знаменитая фраза из Евангелия, которую, значит, «Любите ваших врагов», и вот это вот, что значит «ваши», что значит «враги», что значит «любить» в этом смысле. И вот мы, прерывая ныри, может быть, немного на это отвлечемся. Ты как искусствовед, ты как философ, как поэт, как лектор, который бывал в разных-разных аудиториях, может, что-то есть у тебя на эту тему? Ну, вот, прежде всего, нужно, как бы, мне кажется, вот в этой фразе понимать, что мы слово «любовь» понимаем его обычно в таком сугубо положительном значении, да, как, ну, сумму каких-то приятных эмоций, а как вот что-то такое, не знаю, букеты, конфеты и какой-то… Ну, это тоже, да. Это входит, да. Ну, просто, мне кажется, само понятие «любовь», оно гораздо шире, но оно так не кажется, оно так и есть, да, оно гораздо шире, объемнее, умнее, чем то, что мы под этим понимаем. И «любовь к врагам» – это не означает, что, знаете, какое такое сентиментальное унижение, или когда человек… Влюбленность совсем нет. Да, или когда человек отказывается от своих каких-то принципов или готов унижаться перед кем-то, потому что, вот якобы, так сказать, ну, знаете, такое, как бы, позиция некоторых добреньких, что ли, людей, или такое, в крайней степени принятое толстовство, да, которое было у нас в начале XX века, на Руси, как, может быть, какое-то такое сектантское размышление. А любовь, она подразумевает сумму совершенно разных действий к разным людям, в зависимости от того, как эти действия происходят, да. И помните, замечательный есть рассказ у владыки Антония Сурожского, когда он рассказывал, как однажды к нему в храм чуть не ворвался грабитель, и он просто закрыл дверь храма, но он вышел и сказал, что я врач, я, в общем, знаю болевые точки, если надо, я тебе сейчас как следует врежу, так что ты тут, в общем, будешь корчиться. Ну, так, условно, грубо говоря. И тот человек испугался и ушел, хотя и сначально ушел с агрессивными намерениями, да, но вот это тоже была любовь, потому что Дыка понял, что вот с этим человеком нужно разговаривать вот таким образом. Но такой степени любви, мне кажется, ее можно достичь только, когда человек, знаете, обретает какую-то свободу, что ли, внутреннюю, да, и незацепленность вот на собственных, вот собственных каких-то негативных, что ли, вещах или агрессиях. То есть если мы, допустим, ну, кого-то хотим наказать, но при этом мы не жили, вот это, знаете, чувство какого-то, ну, там, не знаю, гнева, раздражения, да, то это не будет наказанием, и человек, он это привлечет за собой дополнительную агрессию и злобу, как будто эта волна будет увеличиваться. И наоборот, да, допустим, там, как, ну, я сейчас не про врагов говорил, а вот, допустим, про родителей, да, что как иногда, ну, ребенка родители должны наказывать для того, чтобы его воспитывать, да, вот, как бы такая позиция не очень часто. Ну, просто слово «наказывать» всегда будут ассоциироваться со словом… Да, с чем-то грубым действием, но слово «наказ», оно имеет в виду, что некое… Наказ. Да, некое предупреждение или некое знание, что ли, да, которое человеку передается. То есть это в этом слове «наказание» не было чего-то, ну, такого вот… Иногда не через уши, а через… Да, физическое действие тоже имело, что называется, определенное конкретное действие. И вот это, мне кажется, понимание любви, оно, ну, как-то в современном мире немножко нивелируется, да, оно уходит в сторону вот, ну, такого сентиментализма. Это тоже, кстати, проблема наше общество, потому что мы постоянно движемся из крайней скрайностью. То у нас мы там в каком-то душе не чаем, готовы там все прощать и все, то мы кого-то просто не выносим, не терпим и готовы на него там, не знаю, обрушиваться с какой-то агрессией и так далее. Это вот те вещи, ну, которые, наверное, стоят перед каждым членом нашего современного мира, общества. И нужно тоже, мне кажется, сказать, что не будет идеального мира, в котором вот у тебя бы не было врагов, не было бы недоброжелателей, хотя нам очень хочется, да, вот такой мир, в таком мире оказаться. Что, в принципе, условия изначально игры, в которой мы оказались здесь, означает, что у нас будут здесь конкуренты, у нас будут здесь недоброжелательные, у нас здесь будут и завистники, и враги. И много чего, что нам здесь не понравилось, но с чем нам приходится иметь здесь дело. И вот эта вот трезвость, мне кажется, это очень важный такой момент, который, ну, каждый из нас должен так или иначе к чему-то должен стремиться. Я хотел бы вот к тебе, значит, твоему добавить выступлению. У меня есть поргалка, значит, у меня здесь распечатана проповедь Антония Сурушкова на эту тему, да. Ну вот, не, может, попозже, что к нашему общему разговору, ну, просто добавить, вот ты сказал, что очень трудно выразить глубину этого вопроса, да. А я скажу, что профессор, не я скажу, а профессор Осипов, Алексей Осипов, да, ну, известный, московский профессор, да. И он как-то, он так сказал, он сказал не обидно, он такой, он всё-таки русофил и такой вот патриотический настроенный человек. Он сказал, что русского языка не хватает для того, чтобы выразить глубину этого вот всего, вот понятия, потому что любовь. Мы же здесь с тобой как раз и говорили на эту тему когда-то, даже не одну передачу, что любовь на языке, на котором написано Евангелие изначально, да, и переписано, по крайней мере, до нас дошло, на греческом, в греческом языке. Там четыре слова, четыре понятия, да, любовь там, сторги такая, дружеская, филио, да, дружеская, любовь эрос тоже, конечно, просто, да, и агапы. И вот такое слово употребил Христос, когда говорил любить врагов, он употребил слово агапы. А потом уже и Осипов, и потом архимандрит Януарий объяснили это, вот это агапы, потому что агапы не просто жертвенная любовь, что я вот сейчас всё отдам, отдам, отдам. Ну, и, конечно, и жертвенная, агапа жертвенная в нашу любовь включает, мы отдаём тем, кому мы любим, там, детям, и время, и какие-то свои материальные, и здоровье, всё, в общем, отдаём, да. И, ну, вот, агапы, мы ещё второй какой-то пласт этого, ну, такая, другая сторона этого, понимаете, это то, что ты принимаешь этот мир. Враг, этот мир, в нём есть враг. Я этот мир принимаю, значит, я принимаю то, что там есть враг. И враг, он сегодня враг, а завтра не враг. А так, да, ну нет, ну, вообще, в принципе. Вот, и вот этот вот, я вспоминаю свою историю, когда мы были, у меня были, там, скажем, в армейской службе были враги, но один враг. И как потом мы были врагами, не знаю, за что, потому что я хотел там первым лучше, а он хотел первым лучше. Ну, вот, это... Конкуренция какая-то у вас, да, была? Да, в учетке, причём диверсионная. Вот, и там, конечно, мы там это... И потом мы попали вместе на одно задание, и нам пришлось там прятаться, и там стреляли, и всё такое, всё это. И потом после этого задружились. И вот был враг, а стал друг. Вот как это? Да, это, кстати, такой очень частый вообще сюжет, как враги становятся друзьями, и наоборот, друзья становятся смертельными врагами. Да, это и в литературе, и в кинематографе, это можно сколько угодно, ну, там, Выстрел Пушкина, да, знаменитая, конечно, вещь. Или там, Служили два товарища в советском кинематографе, тоже такая вот вещь. Вот это тонкая грань, да, которая отделяет какой-то привязанности, дружбу от вражды, иногда смертельных врагов. Вот я Нелли сейчас вот вижу, смотри на неё, значит, я работал в восточном отделе ГПБ, да, и там, значит, мы, это, моя соседка по столу, ну, то есть у каждого был там набор, своя картотека, свои машинки. Вот, у меня над головой висели труды Тартусского университета, я всё время его читал, вот, начитался. Да, да, и рядом со мной сидела Асмик, армянка, да, а чуть дальше, вот, через два стола сидела азербайджанка, как её зовут, я уже забыл, пускочил из головы, точнее, ну, вот, и они всегда там пили чай вместе, угощали друг друга, и, то есть, они обе были из Кавказа, ну, вот, и когда случились события с этим армянским, да, да, и вот, и вдруг они здесь, А события там, они вдруг стали какими-то врагами неподговорённости, вот, есть ли какие-то мысли, ну, там, армянской молодёжи, да, или молодёжи, которая имеет отношение к Армении, как вот эту вражду можно преодолеть, или хоть в каком направлении двигаться, это же, какой опыт, это же нам, у нас сколько врагов, нам нужен этот опыт, как, как врагов любить, как. Это очень-очень сложный и очень хороший вопрос, даже учитывая, что я была в Армении буквально несколько дней назад, вот, на той неделе я была там, и для меня Армения — это место очень красивое, очень грустное. — Ереване. — Ереване. Я была сначала в своём родном городе Берде, в Шамшадынском районе, а потом в Ереване, и даже мне посчастливилось посетить Ичмиадин, вот, Первопрестольный, Кафедральный, и я так обрадовалась, когда услышала случайно, что он был на реставрации много лет, и вот буквально недавно открылся, а мы даже счастья своего не знали, пришли, это всё открыто, всё хорошо, и когда мы уже уехали оттуда, нам сказали, как нам повезло, я подумала, ну, это просто чудо. И у меня, когда я говорю об Армении или думаю об Армении, о армянском народе, особенно об армянских глазах, как всегда говорят, что армянские глаза можно узнать по грустинке в глазах, и Армения очень красивая и очень грустная. Вот даже мать Армения, вот эта большая-большая скульптура, памятник, это очень грустные глаза женщины, которая всегда готова открыть, вытащить меч из ножен. Вот она прям очень красивая, но воинственная и грустная, скорбящая. И вот я понимаю, что это скорбь, и эта грусть как-то на народном уровне, она из-за потери матери теряют детей, сыновей, мужей, и это такая национальная грусть и скорбь, которая выливается, вот эта боль выливается в ненависть к другому народу, в ненависть к, скажем, врагам, к этому ярлыку врагов. И это, если честно, мне кажется, это огромная проблема и огромная, ну, не знаю, у меня слишком мало лет, чтобы, мне кажется, рассуждать на такие большие глубокие темы, но чисто на бытовом уровне, когда я слышу что-то от людей просто разных национальностей, которые заведомо уже не любят, не принимают и даже ненавидят, и даже есть какое-то отторжение, ну, что-то, знаете, что-то на уровне, если кто-то там оттуда, в нашу семью нет-нет-нет, не вхожь точно. И неважно, какой это человек, что это за человек. Короче, не человек, если сказать кратче, а вот просто его, какая-то народность и его этническая составляющая, она уже закрывает просто всякие пути к пониманию и диалогу. — Я просто на секундочку прерву, я забыл, надо было сообщить телефон прямого эфира, телефон прямого эфира 318-33-03, ну, вот, ну, конечно, код Петербурга 812, надо через семёрку, через плюс семь набирать, или через восьмёрку. — 318-33-03, и СМС, Вайбер, Вотсап, Телеграм, это придётся к имя Ильяну туда, вот, за его операторский пульт. Там, плюс семь, девятьсот девяносто девять, двести девять, десять пятьдесят три. Можно написать или, там, позвонить и сказать, и какую-то реплику, ну, вот, или просто телефон прямого эфира 318-33-03, если вы стесняетесь выходить в эфир, то вот Ильяну передайте то, что хотите сказать. Мы говорим, наша тема, как любить врагов, очень всё сложно, ну, в реальности это очень сложно. Я некоторых врагов до сих пор так и не смог полюбить, и не знаю даже, как это сделать. — А это нам не принадлежит, вот это, мне кажется, очень важная вещь, допустим, обида, или какие-то негативные эмоции, вот, ну, там, когда говорят, ну, ты прости его, да, человек не может сам по себе взять, там, кого-то простить или отпустить, и это и на уровне человека, и на уровне каких-то наций, то есть это вещи, которые выше, чем, ну, наше, там, простое желание, да. Мы даже иногда с более простыми вещами не можем справиться, чем вот с такими, как бы, глубокими вещами, которые где-то в глубине. Это вещь, которая на самом деле, ну, её можно достичь, но её очень трудно, потому что именно трудно, да, потому что человек должен совершить большой труд. И вот, прежде всего, да, нужно понять, что, ну, понятие врагов, чужих, наших, оно относится вот к этому миру, миру, который играет, ну, знаете, как по внешним таким правилам, да, где действуют вот эти такие, ну, так скажем, законы нашего материального мира. Как, как понять, как? Ну, политика, да, вот яркий пример, что такое политика? Политика – это, в принципе, искусство манипуляции людьми, управления людьми, и в политике вот этот элемент вражды, ну, он просто там является необходимым, потому что это лучший способ кого-то против кого-то, да, дружить против кого-то, такое даже выражение есть или объединяться, да. И, как бы, все политики мира этим пользуются, потому что это приём, это определённая, ну, технология, что ли, да, которая существует. Вот, и, к сожалению, вот, ну, такой политизированный мир наш, да, он к этому подталкивает людей. Вот, объединяться можно только на той территории, в которой, допустим, не существует вот этих принципов разделения. И, ну, вот, я, поскольку там тоже приходится периодически общаться, я, допустим, говорю, да, что культура, пожалуй, одна из немногих таких вот площадок, где люди могут объединяться. Даже не религия, потому что религия – элемент политики очень сильный, к сожалению, там, мусульманство и христианство, мусульманство и иудаизм, и даже христианство в разной конфессии, мы сколько знаем таких вещей. А вот культура – это как некое такое, знаете, ну, восприятие, что ли, базовых ценностей, которые вообще присущи всем людям на этой земле, если они, конечно, люди ещё считать себя таковыми. То есть это вот ценность жизни, прежде всего, да, потому что жизнь – это самое драгоценное, что у нас здесь есть. Это ценность семьи, ближних, да, вот этого круга. Это ценность красоты, вот в её высшем понимании, допустим, потому что красота… Конечно, у нас есть свои нюансы, но есть некие законы гармонии, которые одинаково воспринимают и армяне, и жители Азербайджана, и русские, и персы, и кто угодно, да, допустим, есть вот такое некое понятие, как безусловной красоты, которая может быть очень разной, да, она может быть иметь свои какие-то особенности, свои нюансы, но она вот есть, вот вощищение этой красотой, оно как бы людей объединяет и перестаёт делать перед ними вот этот заслон, восхищение природой, да, вот тут… Нелли нас объединяет сегодня. Да, то, что вот, да, Нелли сказал, да, Нелли нас объединяет, Нелли сказал про прекрасную армянскую природу, да, допустим, это та вещь, которая, ну вот, она, безусловно, она некая лежит вот в этой общей плоскости. То есть, вот, мне кажется, один из поисков пути, на пути, допустим, на, ну, на дороге, да, к дружбе, к единению, к миру, это как раз поиск вот этих универсальных ценностей, которые присущи вообще всем людям, независимо от их национальности, от их бюроисповедания. Это не значит, что мы потом все сольёмся в едином экстазе и все станем одинаковыми. Нет, конечно, нет. Но вот будут какие-то базовые вещи, которые будут нас объединять и которые не будут нам давать приступать, ну, такие вещи, которые приведут, тот порог, который приведёт потом к уничтожению вообще всех, да, потому что сейчас человечество подошло, уже оно давно подошло, в принципе, к такому этапу, когда оно может уничтожить само себе. Ну, оно постоянно подходит. Ну, оно подходит, но вот с изобретением ядерного оружия это стало очевидно, да, вот эти кризис конец 60-х, начало 70-х годов, когда человек вдруг понял, что если все сразу спустят друг на друга все те заряды, которые у них есть, человечество, по сути, наступает конец. Я вот перед концом нашей передачи хотел, да, просто осталось тут, не знаю, немного времени, вот, может быть, Емельян там нам немного даст еще времени. Я хотел, пользуясь, пять минут, да, вот, пользуясь, просто тогда мы наметим на следующий раз, если в следующий раз можно встретиться. Ну, я не спросил, пользуясь моментом, что вот человек из Армении сидит рядом, журналист, искусствовед, кандидат искусствоведения, на восточном факультете преподает, так что как бы тоже Восток, ну, то есть это так, Армения не совсем Восток, но Кавказ, ну, там где-то на границе, да. Вот, и хотел спросить о музыке, ведь армянская музыка, ну, вот, например, там, Арноба Баджанян, да, или там Тривердиев, который практически, это стал русский композитор, русский... Ну, конечно, да. Да-да, и да. Ну, все-таки, в чем был плюс такой Советского Союза, да, что вот действительно этот момент дружбы, национальности, он присутствовал, да, несмотря на все, не знаю, проблемы, которые были в Советском Союзе, но все-таки люди держались вместе, да, и вот там Москва, куда приезжали представители разных республик и сосуществовали, и дети, которые воспитывались вот в этой атмосфере, что мы граждане одной многонациональной страны, да, это было очень важно, что вот не было, что вот мы воспитываемся, а вот там вот сидит вот твой враг, который тебя спит и видит, как тебя уничтожить. И действительно, это создавало вот эту такую плодотворную очень среду, на которой вырастали самые разные цветы, да, и мы говорим о музыке, и действительно музыка как бы существовала в одном пространстве, и песни Бабаджаняна и песни Толивердеева, да, и симфоническая музыка замечательная, которую писали армянские композиторы, и там у Тертивяна есть симфонии, у Кончелли есть симфонии, и есть несколько и азербайджанских композиторов, которые писали, да, и русские, которые жили, то есть и узбекские и так далее. И вот это вот создавало такое ощущение, что да, мы разные, но мы, условно говоря, красоту способны все чувствовать, да, и способны в этом жить. И вот это объединение людей на высших идеалах и высших принципах, это как раз то, что позволяло сохраняться миру, да, когда мы все приходим на симфонический концерт, но если мы нормальные люди, то мы не смотрим там, пришёл на симфонический концерт кто-то, представитель нашей другой, национальный стиль веры, да, мы пришли для того, чтобы послушать прекрасную симфонию. И мы приходим в Эрмитаж, чтобы увидеть прекрасную картину. И вот это, мне кажется, один из таких, ну что ли, выходов, когда мы можем вот в этой любви к прекрасному объединяться и искать какие-то точки соприкосновения. То есть, чтобы начать говорить, нужна какая-то та территория, которая бы не подталкивала нас конфликтом. А ты просто залез по этой территории. И, впрочем, ну, я стараюсь покровенно в этой области действовать. И мне кажется, что вот это понимание, оно должно быть очень важно, да, потому что этому нужно уделять внимание, этому должна быть поддержка, да. Вот почему культура так важна, что, с одной стороны, это некая репрезентация, ну, твоего этноса, да, твоих каких-то достижений, а с другой стороны, это то пространство, где люди могут безопасно коммуницировать друг с другом. Вот я, знаешь, как хотел... Вот культура и наука ещё вторая, ухо, с которой как раз тоже позволяет такой коммуникации совершиться. Наверное, на следующий раз, если мы, конечно, соберёмся такой компанией, да, ну, если вы хотите, да, ну, вот у меня этот вопрос-парадокс, я долгое время как-то в голове это так не держал, но совсем относительно недавно узнал, что Арам Хачатурян, да, вот его знаменитая Гаяне, «Танец с саблями из Гаяне». Вот, и Гаяне – колхозница, там, доярка, или кто она там была, ну, вот, но «Танец с саблями» танцуют курды. А мне Асмит говорил, если ты в Армении хочешь кому-то сказать, что он не такой человек, скажи ему, ты курд. Да, да, да. И причём танец с саблями, вот этот танец с колхозником на колхозной свадьбе, он стал так популярным, что в Америке в игровых автоматах его поставили в 48-м году, что она… Сразу, сразу, сразу. Как вот всех объединяет, вот, музыка, искусство, может объединить такие разные вещи. Емельян мне уже показывает, что уже всё, время вышло. Я времени не заметил, у меня было очень интересно с вами, спасибо, что пришли. Да, спасибо слушателям, что нас слушали. Я надеюсь, что мы продолжим наш разговор, потому что он так, как бы незаконченным остаётся. Мы не договорили, много чего не договорили. Не нашли ответ пока на вопрос, как любить врагов, не подошли к нему, мне кажется, вплотную. Вообще не подошли, просто поставили и так вот, как загадку, и всё. Да, но я уверена, что он глубоко внутри есть у каждого человека, просто не надо докопаться. Да, да. Вот мы его это будем делать, если вы придёте, да. Ну так, всего доброго, до свидания. До свидания. До следующего встречи. До новых встреч. В эфире Радио Мария завершилась передача Рима Шагапова «Фонарный мост». Дорогие друзья, слушайте радио Мария всей семьёй. Рима Шагапов «Фонарный мост» Субтитры подогнал «Симон»